Здравствуй, мой дорогой, любимый Андрей. Сегодня снова получил от тебя письмо. И в небе была радуга. Это мой тебе привет и ответ. Я совсем тебе не пишу, грустная мордочка. Силы беру только в твоих письмах. Ты – мое небо, мой дом, моя семья, ты – моя жизнь и любовь. Это озеро – наше любимое с Оксаной место. Мы здесь всегда гуляли и мечтали о нашей будущей жизни. Теперь я тут все живо один. Мечтаю, когда же у меня снова наконец будет Оксана. Смогу жить полноценно. 4 апреля 2016 года. Началась эта история ужасная. У нас дома оказались в 6 часов утра толпа незнакомых людей. Прямо вот у нашей кровати. Я думал, что мне это кажется, потому что это был какой-то фантастический бред. Ну вот показывают удостоверение, говорят, поднимайтесь, у вас обыск. Конечно, мы тогда не понимали, что обыск – это значит, что уже все. Потому что в тот день Оксану увезли. И с тех пор ее дома нет уже больше, чем 3,5 года. В тот же день ей предъявили обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Он попросил съездить ее в Ростов и проверить, что это за банк такой. Ну вот, к сожалению, за чем-то согласились, и Оксана поехала туда. Проверила этот банк, сказала, что он пустой, ни на что не годный, покупать его не надо. Их обвинили всех в том, что они из этого банка выдали кредиты, заведомо невозвратные, и вот таким образом растратили средства банка. И Оксана этому способствовала. Оксана не входила даже ни в какой совет, ни в кредитный, ни в какой-то иной. Она не принимала решения. Мы действительно забыли об этом. Я пишу ей, что живу аскетично, обслуживаю собаку, дом, все мысли о тебе, все дела для тебя, работаю и немного тренируюсь. В эту рутину нахожу спокойную радость. Мы познакомились в спортивном клубе, только не в этом. Оксана пришла тренироваться, я взялся ее тренировать. Ну и нешуточные страсти и любовь. Но это было в 2000 году, 19 лет назад. И вы знаете, что для меня, я только потом это понял, что для меня самое важное, мне с Оксаной никогда не было скучно. Всегда у нас были эмоции, всегда у нас была страсть друг к другу. И сейчас так же. Просто мы не вместе. Варя, очередной тренировкой, он подошел ко мне, разговорились, выяснилось, что он оказывается знает меня. И рассказал про ситуацию с женой Оксаной. Таких ситуаций много, слышу постоянно. Все притянуто за уши. И фактически все обвинение это измышление и домыслы. Поэтому я решил, что мы это дело возьмем, посмотрим. Оксана оказалась в шестом изоляторе в печатниках. Там 890 мест. И там никогда не бывает меньше, чем 1200 человек на этих местах. Это значит, что все камеры переполнены. Сначала у тебя нет места. Тебе дают матрас какой-то, какую-то подушку, и ты живешь на полу. И только потом, по прошествии каких-то месяцев, ты становишься полноправным жителем в этой камере. А это право ты получаешь только от времени, которое там находишься. мы приехали в магазин. Я куплю Оксане продуктов и передам их в изолятор. продукты я покупаю дважды в месяц. И дважды в месяц езжу к ней на свидание. Через полтора года вот этого следствия выяснилось, что это дело для судебного разбирательства будет отправлено в Ростов-на-Дону, потому что банк находился в Ростове-на-Дону. А Оксану перевезли туда. Я покупаю шесть обычно. Почему шесть? Я лечу победой, а там ограничения багажа. Спасибо. И чтобы это все уместить, вот я рассчитал уже давно, что могу взять шесть. Но Оксана их как-то даже там разделяет. Она говорит, что она половинку только съедает, растягивает удовольствие. В общем, я удивляюсь, но шесть круассанов она способна растянуть там на десять дней. Давай. Оксана ест только то, что я привожу и отправляю. Там в основном-то плохо, конечно, с каким-то белком. Я не могу отправить хорошее мясо там или творог. Все молочные продукты запрещены вообще. Я отправляю сливки, а мясо, ну, к сожалению, это консервы или колбаса или сыр. Не закрывайте, по трое человеку. Подавляют ужасные условия. Я не представляю, но если туалет, который находится в камере, он не закрывается и закрываться запрещено, как это можно делать? Как их бесконечно обыскивают? Раздеться нужно полностью. Наклониться, присесть. Ну, хорошо, досматривает женщину, женщина, но у нее же здесь видеорегистратор, и где-то там же это все смотрят мужчины. Это унижение, которое, ну, низость такая, что вы уже там дальше-то и некуда. Она здесь пишет, женщины – удивительные существа. Я их никогда столько не видела и уж точно не видела так со всех сторон. У одной девочки в камере ночью родился сын. Его назвали Альберт. Родился он у Сабрины. Она мне рассказывала эту удивительную историю. Они там сами буквально принимали роды, грели воду, и... Ну, это такой средневековый, в который невозможно поверить. Но оказывается, люди там, женщины рожают детей вот так самостоятельно. Таксана мне говорит во время свидания недавно. Смотрели телевизор, и там была музыка 90-х. Очень классная музыка. Мы развеселились, стали пританцовывать, двигаться, смеялись, хохотали. Открылась дверь, и нас всех отчитали, на нас наорали, унизили, нагрубили нам. Я говорю, зачем? Что они преследуют? Вы громко смеялись? Она говорит, мы вообще не можем смеяться. Мы должны мучиться. Они должны мучиться. Если Григорьева решили осудить за организацию преступного сообщества, и у него было такое обвинение, то это сообщество надо создать из кого-то. Но они пошли даже дальше. Они выдумали, что Оксана, она, как и Григорьев, она тоже организовала преступное сообщество. Вы спросите, как? Ну, ведь одно уже организовано. Ну, Оксана организовала структурное подразделение преступного сообщества. Вот, значит, они там в Ростове что-то похищали, а Оксана через Москву что-то похищала. Вы посмотрите, у нас статьи основные, которые работают против бизнеса, это мошенничество, присвоение и растрата. То есть статьи 159 и 160, это альтернативная подследственность, которую имеют право расследовать три органа, ФСБ, Следственный комитет, ФСБ, Следственный комитет и МВД. Они бьются за это. Самые вкусные дела там отбирают друг у друга, выдирают. Вкусные, имею в виду, что с большими ущербами, где люди пойдут на какие-то договоренности определенные, может, даже вне рамок правового поля. Но не просто же так у, извините, у генералов и полковников в квартирах появляются миллиарды. Это же все из бизнеса, это все же вытянуто из экономики. Мы посидим, поговорим три-четыре часа, помечтаем там о чем-то, обнимемся, а потом надо расходиться. Я выезжаю домой, а Оксана остается там. Это ужасно. Сердце разрывается. Она стоит, машет мне, говорит, все, иди, иди, все, иди. Потом заходит за угол, там наверняка вытирает слезы. Я еду потом в аэропорт, иду невидящими глазами, смотрю куда-то. Ну, через две недели. Возвращаюсь, чтобы то же самое сделать. Девочки намного сильнее нас, мужчин, намного вернее, намного порядочней. Действительно, это случаи, когда мужчина так бьется за свою женщину, это крайняя редкость, крайняя редкость. Самое главное восстановиться, суметь вернуться в семью, это тоже сложно. Я думаю, что Андрей поможет, это уникальный человек, и думаю, что самое главное, что у них должно быть, у них должен быть ребенок. Тогда все будет хорошо. почему у вас нет детей? Вы знаете, не получилось, не нажили. Старались, пытались, но ну вот не получилось. Мы оба здоровы, и врачи не могут сказать, почему у нас не получается. Пытайтесь, говорят, продолжайте. Я разговаривал с Оксаной, знаешь, говорит, я и не очень-то вот здесь, в этом, в этой стране хочу заводить детей, потому что я очень уж тревожусь о том, о их судьбе, как им жить здесь. Молодец, 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 мой друг. Надо бы, конечно, уехать. Это же первичные потребности человека в безопасности. Но если здесь можно оказаться в тюрьме, то просто так, и, по-моему, только все идет к ухудшению этой ситуации, то как здесь можно жить? между нами сейчас тысячи километров примерно. Но я все время о ней думаю. Постоянно думаю. в ориен político берем fast though микрон от нас к д skill и уберем. Ведь знаешь, что настоящая радость Каждый день видеть и обнимать тебя Все говорят, что жизнь у нас с тобой наладится Разлука пройдет Верят, что скоро горю конец И я верю, Оксана Держу тебя за руки Целую, люблю Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому